Давайте мы с вами рассмотрим четыре подхода к определению культа или четыре подхода к изучению той проблеме, о которой у нас с вами идет речь. В силу того, что сам феномен новых религиозных движений затрагивает людей с очень разных сторон, то, соответственно, возникают четыре группы людей, для которых эта проблема представляет непосредственно интерес, которые занимаются изучением и пытаются с ним объективно. С одной стороны, это политики журналиста, мы называем это популярный подход, то есть подход, рассчитанный на широкую аудиторию людей. С другой стороны, это психологи, люди, которых интересует внутренний мир и внутренние изменения, которые происходят в культисте. С третьей стороны, это социологи, которых интересует, каким образом внутри данной культуры появляются и гибнут религиозные движения. И с четвертой стороны, это мы с вами, христиане или богословы, которых интересует, во что верит та или иная группа и почему их учение отличается от учения Библии. Вот давайте мы с вами посмотрим на все эти четыре подхода по очереди. Но перед тем, как мы это сделаем, давайте сделаем одну такую серьезную оговорку. Дело в том, что когда мы говорим с вами о четырех подходах, речь идет не о том, что один подход правилен, а все остальные неправильны заранее. Нет, просто каждый подход выбирает за отправную точку, за главный критерий, который отделяет правильные, условно говоря, группы от неправильных, какой-то один момент. Социологи определяют это с точки зрения взаимоотношений группы с окружающей культурой, психологи определяют это с точки зрения изменений, которые происходят в психологии человека, богословы это определяют с точки зрения учения, которые группы проповедуют. Всегда есть какая-то отправная точка. Несмотря на то, что все мы подходим к проблеме с разных сторон, и я однозначно считаю, что есть один подход, который лучше, чем все остальные, объясняет происходящее, тем не менее, каждый из подходов имеет какие-то свои положительные интересные стороны. У каждого из подходов мы можем чему-то научиться. Понимаете, да, что я имею в виду? Да. То есть каждый подход имеет какие-то свои сильные моменты, он каким-то образом отражает реальность, и мы чему-то можем у него научиться. Вот давайте посмотрим на ту же самую проблему с четырех разных сторон. Для начала посмотрим с вами на нее с популярного подхода, с точки зрения журналистов и политиков. Значит, проблема людей, которые исповедуют этот подход, заключается в том, что они не являются специалистами в данном вопросе. Они не очень хорошо представляют себе суть проблемы, и по сути дела для них самым главным является популярность в глазах людей, которые читают их статьи или слушают их выступления. Да, для них самое главное мнение людей. И поэтому очень часто то, что они пишут, то, что они говорят, окрашено такое желание произвести сенсацию, некий взрыв среди людей, использовать информацию в своих интересах, в свою пользу. И зачастую приверженцы такого подхода действуют по принципу «культ – это все, с чем я не согласен». Да, то есть, все, что мне не нравится, по большому счету, это культ. Очень хорошее определение этому подходу дал американский юрист, атеист, очень известный теоретик разделения церковь и государства, который сказал следующее. «Если вы согласны с этим учением, это религия или может быть единственная истинная религия?» «Если она вас никоим образом не волнует, это секта. Если же вы боитесь ее, то это культ». «Если вы согласны, это религия или истинная религия?» «Если она вас не волнует, это секта. Если вы боитесь ее, это культ». По большому счету на практике получается следующее. Человек выбирает самую страшно звучащую фразу, термин и использует ее для обозначения конкретной группы, просто для того, чтобы возбудить мнение людей против нее. То же самое, что мы сейчас видим, происходит в газетах и на политической сцене. Поступает некий заказ политический на какую-то группу, с которой необходимо бороться, ее называют сектой и сразу мнение людей начинает обращаться против нее, потому что людей это слово вызывает некую негативную реакцию в голове. Вот именно так работает популярный подход. Принимать эту позицию всерьез, конечно, нелепо, однако в силу того, что она постоянно присутствует в нашей жизни, нам важно понимать, как и почему люди используют эти термины, и почему этот подход вообще существует, какие цели он преследует. Психологический подход, он более серьезен, он преследует более серьезные и более важные задачи. Изучение природы тоталитарных отношений внутри религиозных движений, как и вообще тоталитарных отношений в принципе, начались достаточно давно, в середине 50-х годов. Самые первые исследования были связаны с событиями в коммунистических странах. Как вы знаете, в конце 40-х годов Китай стал социалистической народной республикой. И, соответственно, в стране стали происходить очень серьезные перемены, когда из людей, которые в течение долгого времени жили при капитализме, стали усиленно делать коммунистов, стали усиленно менять их образ мышления. И когда из Китая стали бежать люди, когда они просто стали убегать через границу, то по ту сторону границы американские журналисты брали у них интервью и записывали их воспоминания, свидетельства о том, что происходило с ними в Китае. И вот на основании таких интервью американский журналист по имени Эдвард Хантер, он написал первую серию статей, в которых он впервые использовал понятие, которое называется промывка мозгов. Промывка мозгов, вот то самое понятие, которое сегодня постоянно есть в газетах. Таким образом он сам перевел на английский язык китайское выражение, которое звучит хсе нао, промывка мозгов. Объяснял он это таким образом. Промывка мозгов это система затуманивания мозгов, имеющая своей целью склонить человека к принятию того, что в ином случае было бы для него отвратительно. Человек утрачивает связь с реальностью. Факты и вымысел переплетаются и меняются местами. Но для того, чтобы народ не увидел опасность, которую таит в себе промывка мозгов, красное, то есть китайские коммунисты, утверждают, что это всего лишь новое название для чего-то хорошо знакомого и пользующегося безусловным уважением. Например, обучение или исправление. То есть иными словами берутся какие-то знакомые людям термины, которые звучат совершенно безобидно. А на самом деле этими терминами называется процесс, когда человека просто сознательно насильно заставляют изменить свой образ мышления. То есть на человека воздействуют настолько целенаправленно, настолько усиленно, что он соглашается с теми вещами, которые совсем недавно еще были для него отвратительно или противно. В 1956 году исследование Эдварда Хантера продолжил профессиональный психиатр по имени Роберт Лифтон. Он изучил методы психологического воздействия, которые применяли китайские коммунисты для того, чтобы изменить мышление граждан Китая и превратить их в приверженцев капиталистической системы ценностей. Потом он изучал методы, которые применяла корейская контрразведка по отношению к американским военнопленным. И на основании этих исследований он вывел так называемые 8 принципов тоталитарного контроля Роберта Лифтона. Эти 8 пунктов, они до сих пор являются основой всего психологического изучения проблемы тоталитарного контроля. Как в религиозных организациях, так и вообще в принципе, где бы эта проблема не возникала. Все 8 принципов мы с вами рассматривать не будем. Поговорим о более краткой версии. Рассмотрим 3 основных шага тоталитарного контроля. Это 3 основных момента, которые используются для того, чтобы изменить насильственно мышление человека. Для того, чтобы вам было проще ориентироваться и проще запомнить, мы назовем эти 3 шага очень просто. Разморозка, индоктринация и заморозка. Разморозка, индоктринация и заморозка. Если вы когда-нибудь готовили фаршированную курицу, вы знаете, о чем я говорю. Вы берете кусок куриного филе из холодильника, из морозильника. Вы кладете его в микроволновую печку. Вы его размораживаете, для того, чтобы можно с ним было что-то сделать. Как правило, считается, что у каждого человека есть некая система ценностей в голове. Какие-то убеждения, которые не позволяют ему принимать новую точку зрения. Они мешают ему услышать новую. И поэтому в рамках вот этого подхода считается, что первое, что делает культ, он начинает разрушать ту систему ценностей, которая у вас в голове есть. Иными словами, они целенаправленно ломают те убеждения, те ценности, те устои, которые есть в вашей жизни. Они показывают вам, что вас всю жизнь обманывали, что все, во что вы верили, не является правдой. Что все, на чем вы стояли, что казалось вам незыблемым, на самом деле фактом не является. И когда у вас из-под ног уходит твердая почва, начинается следующий этап процесса, который называется индоктринация. Вы берете эту размороженную курицу, делаете в ней отверстие и начинаете напихивать туда начинку, которую вы хотите в конечном итоге там видеть. То же самое проделывает культ с человеком. В человека, у которого нет уже твердой опоры под ногами, он начинает вкладывать то учение, которое считает правильным или которое проповедует как правильно. И потом приходит время для третьего этапа. Мы с вами берем эту размороженную нафаршированную курицу и кладем ее в какую-нибудь хорошую печку, чтобы ее как следует запечь. Чтобы оттуда ничего не вывалилось, чтобы можно было этим пользоваться. И культ делает то же самое с человеком. Он предпринимает определенные шаги для того, чтобы те знания, которые были вложены вам в голову, никуда из вас уже не делись. Чтобы потом никоим образом вы не оставили то учение, которому вы были научены. Для этого используются такие шаги, как, например, учение о том, что культ это единственный островок света посреди огромного мира греха. Да, если вы сделаете хотя бы один шаг за пределы вот этой организации, вы неминуемо погибнете. Или людям внушают, что тот человек, который стоит во главе культа, является новым пророком, чуть ли не самим богом на земле. И любое непослушание воли грозит вечной погибелью человеку. То есть, с ними словами, культ предпринимает какие-то шаги для того, чтобы вы то учение, которое только что вам было сообщено, уже никогда не оставили. Человека разморозили, человека нафаршировали тем учением, которое культ читает правильным, и снова заморозили, чтобы он уже никуда не делся, чтобы это учение осело у него в голове. Соответственно, из исследований Рифтона возникло целое направление психиатрии, психологии, которая сегодня занимается изучением таких вот тоталитарных движений, как в обычной жизни, так и в религиозной жизни. В один замечательный момент в прошлом столетии появилось совершенно замечательное исследование тоталитарной психологии в форме художественной книги. Называется эта книга «1984», написал ее человек по имени Джордж Орвелл. Джордж Орвелл, 1984. Еще у нее есть книга под названием «Двор животных» или «Скотный двор». Если вам интересно посмотреть на то, как выглядит картинка тоталитарного общества или тоталитарных отношений внутри какой-то группы людей или целой страны в такой вот крайней, яркой, полной картине, то книги Орвелла до сих пор являются совершенно замечательным источником. Мне кажется, что если бы люди почаще читали эти книги, то было бы гораздо меньше проблем с тем, чтобы подчиняться людям, которым подчиняться совершенно не стоит, потому что это нехорошо и небезопасно. Давайте мы с вами попробуем посмотреть на то, какие проблемы психологический подход видят в тоталитарном контроле или вот в этих тоталитарных культах, о которых мы с вами сейчас говорим. В центре внимания психологов, которые изучают проблему тоталитарного воздействия, находятся две главные проблемы. Во-первых, это социальный, физический или психологический вред, который наносится людям. Психологи говорят о проблеме как один ее аспект, социологический, психологический или физический вред, который наносится людям. Второй аспект проблемы с их точки зрения – это ущемление прав и гражданских свобод людей. Ущемление прав и гражданских свобод людей. И вот такая цитата от двух современных психологов, которые активно занимаются изучением современных религиозных движений именно с психологической точки зрения. С нашей точки зрения, группа людей или форма взаимоотношений заслуживает ярлыка культ, своей методологией и образом действия, а не своими убеждениями. Тех из нас, кто выступает против культов, часто обвиняют в том, что мы хотим лишить людей свободы, что мы против религии. Но мы как раз и боремся против ущемления свободы человека, который имеет место в культах. Мы выступаем не против убеждений, а против эксплуататорской манипуляции веры человека и его доверия к другим человеческим существам. Культы прибегают к помощи обмана, манипуляции, психологического насилия или убеждения, которые мы именуем методиками изменения мышления, чтобы привлечь, завербовать, обратить, удержать и в конечном итоге эксплуатировать своих последователей. Вот такое выражение проблемы, как ее представляют себе сторонники психологического подхода. У этого подхода есть одна очень серьезная слабая сторона, о которой мы с вами здесь как раз услышали. Они говорят о том, что группа людей или форма взаимоотношений заслуживает ярлыка культ, своей методологией или образом действия, а не своими убеждениями. И на мисламе для психологов неважно во что вы верите. Вы можете верить в летающего макаронного монстра, вы можете верить в Бога, вы можете верить в Аллаха, вы можете верить в Господа Кришну. До тех пор, пока в отношениях ваших с людьми не возникают какие-то серьезные сдвиги, пока вы не начинаете манипулировать окружающими людьми, пока не возникает какая-то угроза социологическому, социальному, психологическому или физическому здоровью человека, пока его права и свободы не нарушаются, такая группа культом называться не будет. Культ это любая группа, в которой происходят какие-то серьезные ущемления прав, свобод или есть какая-то угроза жизни и здоровью человека. Отсюда возникает следующая проблема. Как правило, к помощи психологов и психиатров, которые занимаются этой проблемой, обращаются родители. Люди, которые видят, что с их детьми происходит что-то не то. Представьте себе, что вы неверующий человек, и ваш ребенок начинает пропадать из дома по выходным. Он начинает читать непонятные книжки, по вечерам закрывает себя в комнате, бормочет непонятные вещи себе под нос, встречается с какими-то непонятными людьми, которые носят непонятную одежду и вообще живет жизнью, которая для вас совершенно недоступна. Вы человек неверующий, не имеющий понятия о том, чем отличается секта от церкви. Естественно, у вас первая мысль, что вашего ребенка завербовали в секту. И для родителей, по большому счету, не так важно, куда его завербовали, в православную церковь или в секту свидетелей Игова. Я знаю людей, которые пытались своих детей извлечь из секты свидетелей Игова. Однажды в Питер приезжал социолог, достаточно известный, американский, который занимается тем, что защищает секту. И вот одна из женщин, которая возглавляет движение, пытающаясь своих детей забрать из свидетелей Игова, она была на этой конференции и достаточно активно выступала. И в какой-то момент этот человек, социолог, он ее спросил, просто сказал, подумайте, если бы ваша дочь стала не свидетелем Игова, а стала бы православной, у вас было бы, ушла бы в монастырь, у вас что, было бы меньше проблем с этим, она вынуждена была признать, что на самом деле проблем было бы столько же. Потому что ее основная идея не в том, чтобы спасти человека от каких-то ложных убеждений, а чтобы ее ребенок остался с ней, чтобы он остался таким, каким она привыкла его видеть. Все остальные вещи не так уж важны. Я хорошо помню, как в начале 90-х родители некоторых молодых людей в нашей церкви говорили, что пусть наши дети стоят в подвороте, но в церковь они ходить не будут. К сожалению, когда дело касается родителей, когда дело касается людей, не имеющих представления о религиозной жизни, очень часто проблема возникает вот такого рода. С другой стороны, у психологического подхода есть еще одна очень серьезная слабая сторона. Ведь, по сути дела, никто из нас не имеет представления о том, что такое норма человеческая. Каждое проявление человека, которое нам непривычно, мы готовы объявить какой-то ненормальностью, какие-то проблемы с человеком. Человек начал много есть, это проблема. Человек начал мало есть, это проблема. Человек замолчал, это проблема. Человек заговорил, это проблема. То есть, любая вещь, которая выбивается из обычной жизни, для нас представляется чем-то ненормальным. И, соответственно, когда психолог, как правило, человек неверующий, начинает заниматься проблемой конкретного человека, попавшего в культ, обычно это проблемы конкретных людей, которые они пытаются решать, то возникает вопрос, к какой норме психолог собирается этого человека привести. Ведь для большинства светских психологов само понятие религиозных убеждений уже является неким признаком ненормальности. Многие психологи совершенно окровенно считают, что человек верующий – это человек, у которого есть какие-то проблемы с головой. И поэтому возникает окровенный вопрос, куда же такой психолог будет человека возвращать. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com. Тем не менее, у психологии и психологического подхода есть некоторые замечательные наблюдения. У меня есть один знакомый психоаналитик, очень интересный человек, с которым я не во всем согласен, конечно. Тем не менее, он занимался проблемой культов в Дании, а сейчас занимается активно проблемой культов во Франции на уровне государства. Там создано несколько государственных организаций, которые пытаются эту проблему как-то решить. И он написал несколько замечательных статей на тему об этой проблеме. Он с ней знаком очень хорошо, потому что его родные, по-моему, его жена и теща попали к свидетелю Мегову. Он в течение больше восьми лет пытался их оттуда каким-то образом извлечь. И вот он написал любопытную статью, в которой пытался объяснить суть проблемы, как он ее себе представляет. Описывает он ее примерно так. Знакомы с кубиком Рубика? Получалось у кого-нибудь собрать его когда-нибудь? Получалось. У меня никогда не получалось, даже с помощью кодов. Может быть, мне это не дано. Не знаю. Но не получалось, тем не менее. Когда он описывает проблему человека, он говорит, представьте себе кубик Рубика, который находится в разобранном состоянии. То есть, ни одна грань не собрана. Вот это вот картинка духовного мира человека. Мы все с вами люди, которые находятся в разной степени разобранности. Что делает культ с человеком? Он берет и раскрашивает, сдирает все наклейки с кубика, раскрашивает его в два цвета. Черный и белый. Убирая все цвета. Говорит, вот это черное, а вот это белое. Он говорит, когда ко мне приходит человек, который попал в культ, я не могу просто взять и помочь ему вернуть цвета на место. Собрать его жизнь в одну кучу, потому что цвета все исчезли. Я сначала должен помочь ему вернуть цвета на место. Сначала должен помочь ему увидеть жизнь такой, какая она есть. Уйти от этой черно-белой парадигмы, от черно-белого восприятия. Но здесь кроется одна очень серьезная опасность. Вы знаете самый популярный метод сборки кубика Рубик? Кубик разбирается на кубике и потом складывается, как вы захотите. Когда человек попадает в руки психолога, к сожалению, очень часто психолога постигает такое же искушение. Вместо того, чтобы вернуть цвета на свои законные места, гораздо проще взять наклейки и расклеить их, как это кажется правильным. Взять кубики и собрать их, как это необходимо. И беда в том, что, опять же, когда психологи, неверующие, пытаются решать проблему, не руководствуясь пониманием того, что есть истина, а что есть ложь, с точки зрения веры, с точки зрения религии, с точки зрения христианства, то иногда они могут причинить человеку гораздо больший вред, нежели они могут ему помочь. Психология может вернуть человека обществу, в лучшем случае. Она может вернуть отца семье, она может вернуть сына матери. Но беда в том, что психология не может решить самую главную проблему, которая привела человека в культ. Человек пришел в культ для того, чтобы найти там смысл жизни и чтобы найти там Бога. Психология, которая используется неверующим человеком, ответа на этот вопрос человеку так дать и не может. И поэтому в лучшем случае мы получаем человека, который в культе уже не находится, но по-прежнему остается погибающим грешником. То есть, по сути дела, с точки зрения Бога не так уж важно, находится ли он у свидетеля Иегова, или он является простым атеистом, простым неверующим, потому что и в том, и в другом случае его душа угрожает смерти, то есть она находится под осуждением. А с другой стороны, бывает худший вариант, когда человек, которого вытаскивают из одной секты, ответы на вечные вопросы он так и не нашел, человек идет в другую секту, в третью секту, в четвертую секту, потому что эта пустота, которая у него была раньше, которая заставила его пойти в одну секту, она так и осталась, она никуда не делась, она по-прежнему существует. Такие вот проблемы существуют с психологическим подходом. Тем не менее, этот подход достаточно популярен, и нам с вами необходимо хорошо в нем разобраться, потому что мы постоянно с ним сталкиваемся, постоянно какие-то вещи, которые печатаются в нашей прессе или в книгах серьезных на эту тему, они все руководствуются как раз вот этим подходом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok